За минувшую неделю в окружную казну поступило 1 миллиард 617 миллионов рублей. Львиную долю поступлений составил налог на имущество. Из бюджета округа было израсходовано 372 миллиона рублей. Из них 177 миллионов рублей выделено в качестве субсидий бюджетным учреждениям. 142 миллиона направлено на образование и 23 миллиона рублей на здравоохранение. Об этом на расширенной планерке при губернаторе округа доложил первый заместитель руководителя Департамента финансов Сергей Михайлов. Социальные выплаты населению за неделю составили 16 миллионов рублей. Из них около 6 миллионов направлено в качестве компенсации проезда граждан на лечение за пределы региона. 5 миллионов рублей выделено на обеспечение населения лекарственными препаратами. Также из окружной казны было направлено 13 миллионов рублей на предоставление субсидий юридическим лицам. Межбюджетный транспорт и муниципальным образованием 3-4 миллиона рублей. Основной платеж это 20 миллионов за полярному району на стоительство школы в Тельвицке. Межбюджетные инвестиции в госсобственность составили 72 миллиона рублей. Это на 42 миллиона рублей почти... 42 миллиона на строительство дороги на Римар-Русинск. И 28 миллионов на строительство школы на улице авиаторов. На сегодняшний день государственный долг составляет чуть более 4 миллиардов рублей. Как отметил первый заместитель руководителя окружного департамента финансов, сегодня часть государственного долга в размере 980 миллионов рублей будет погашена. Помимо бюджета на расширенном совещании обсуждались и другие вопросы. Заместитель губернатора по социальным вопросам Надежда Дедеева рассказала об итогах своей поездки в Великовисочную и Тошвирску, где были осмотрены объекты социального значения. В Великовисочная школа, детский сад, интернат завершают подготовительные мероприятия к сдаче учреждений к новому учебному году. К 17 августа, согласно графику, учреждения будут готовы. Также были посещены больницы и Дом культуры. Эти учреждения попали в зону подтопления. Сильно пострадал, конечно, Дом культуры. Представитель ценстрой заказчика, выезжавший в составе группы, готовит техническую документацию для определения причиненного ущерба. Вместе с главой Татьяной Николаевной и профильным департаментом наметили пути решения вопроса по функционированию ФАПа в Тошвирске. Как отметила Надежда Валентиновна, приемка образовательных учреждений идет в соответствии с графиком работы комиссии. На сегодняшний день принято надзорными органами 21 учреждение. Еще один вопрос, который обсуждали на расширенном совещании при губернаторе – празднование Дня Оленя. Заместитель главы региона по делам коренных малочисленных народов Севера Ольга Старостина поблагодарила все департаменты, муниципальные образования и авиаотряд за организацию и проведение праздничных мероприятий. Особую благодарность выражают члены общины МТО за решение администрации округа направить медицинскую бригаду, потому что удалось одновременно охватить достаточно большое количество членов общины, что очень проблематично в целом, потому что они у нас кочуют, и вот так собраться у них удалось достаточно редко. Они прошли у нас и УЗИ, и ЭКГ сделали, и флюографии, и анализы взяли. И с медиками были также доставлены медицинские препараты и детское питание. Поэтому члены общины очень довольны вот таким мероприятием и принятым решением. Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Сергей Андреянов сообщил об итогах акции «Нашим рекам и озерам чистые берега», в рамках которой были очищены более 50 гектар береговой полосы, собраны и вывезены порядка 60 кубометров мусора. Также профильный окружной департамент осуществлял контроль за очисткой от металлолома озера Качгард. По словам Сергея Андреянова, на сегодняшний день утилизировано 9 объектов. Вывезено порядка 150 тонн металлолома. В пятницу мы получили от природы согласование на создание двух природных заказников регионального значения Хайпудырский и Паханческий, также природный парк Северный Тиман. Очень позитивная для нас новость позволит существенно расширить общую площадь охраняемых территорий природного значения, регионального значения, на которых ограничена хозяйственная деятельность. Главная цель расширения сети особо охраняемых территорий в округе – сохранение ландшафта, охрана редких видов животных, водоплавающих птиц и рыб. Как отметил руководитель профильного окружного департамента, это никак не повлияет на пользователей земли. Оленеводы смогут спокойно охотиться и ловить рыбу для обеспечения традиционного образа жизни. Напомню, на сегодняшний день в Ненецком округе созданы семь особо охраняемых природных территорий регионального значения. К 2021 году планируется создать еще пять особо охраняемых природных территорий – природный парк Северный Тиман, заказник Паханчинский, заказник Хайпудырский, заказник Вашутинские озера и самый большой по площади природный парк Югорский. Иван Никонов, Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.